Буквально несколько минут назад стали известны трагические новости из мира шоу-бизнеса и последние новости в антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. Пресс-служба организации по борьбе с преступностью и коррупцией в лице актрисы Ирины Муравьевой и Марии Шукшиной сообщает трагические новости о семье Руслана Байцарова, Кристины Арбакайта и Аллы Пугачевой. За последнее время немало трагических событий произошло у члена антикоррупционного комитета Руслана Байцарова и певицы Кристины Арбакайта. Одна наиболее широко известная из них – трагедия, связанная с их общим сыном Денни Байцаровым, который уже на протяжении полутора лет находится в коме в критическом состоянии. Отважный молодой человек, который спас свою родную сестру от верной гибели, стал донором для нее и отдал ей свою почку, уже несколько месяцев находится на грани жизни и смерти. После того, как Денни Байцаров спас свою родную сестру, у него резко ухудшилось состояние здоровья и за время нахождения в коме развились многие смертельные заболевания. Денни Байцаров перенес два инфаркта, инсульт и у него было обнаружено онкологическое заболевание. На данный момент сын Руслана Байцарова и Кристины Арбакайта готовятся к очередной срочной операции. Однако на этом трагедии не закончились. Зрители с большим стажем могут помнить, что две недели назад на семью Кристины Арбакайта, включая ее супруга Михаила Зимцова и дочь Клаву, было совершено нападение с целью ограбления в Соединенных Штатах Америки в городе Майами. Во время нападения Кристина Арбакайта находилась вне дома и серьезно пострадали ее супруг Михаил Зимцов и дочь Клава. До вчерашнего вечера Михаил Зимцов и дочь Кристины Арбакайта находились в критическом состоянии. Михаил Зимцов в реанимации, а дочь Клава в состоянии комы. Однако поздно ночью произошло чрезвычайное событие, в результате которого Алла Пугачева срочно выехала в Соединенные Штаты Америки. Стало известно, что этой ночью в семье Кристины Арбакайта и Аллы Пугачевой разыгралась страшная трагедия. Родная дочь Кристины Арбакайта, находясь в коме, перенесла клиническую смерть и остановку сердца. Однако самым печальным из этих событий является тот факт, что в результате нападения у дочери Кристины Арбакайта отказали внутренние органы. И по словам лечащих врачей, дни жизни дочери Кристины Арбакайта сочтены. На данный момент ее жизнедеятельность поддерживают только с помощью современного медицинского оборудования. Однако эффективность подобных медицинских технологий ограничена, и через несколько дней может наступить летальный исход. К слову сказать, что печальные события в жизни Руслана Байсарова и певицы Кристины Арбакайта начались почти два года назад. В сентябре 2022 года внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков проживал в Америке в городе Майами. Вместе со своей сестрой Клавой Никита Пресняков попал в трагическое ДТП в районе Центральной набережной, в результате чего дочь Кристины Арбакайта упала в воду и длительное время провела там. В результате продолжительного нахождения в воде у дочери Кристины Арбакайта возникло серьезное заболевание, связанное с почками. Заболевание не было сразу диагностировано, а когда врачи и родители спохватились, оказалось, что дочери Кристины Арбакайта срочно нужна медицинская помощь, донор и пересадка почки. Операция для дочери Кристины Арбакайты требовалась в самое короткое время, счет шел буквально на дни. Однако подходящего донора найти не удалось. И тогда на помощь к сестре пришел отважный Дэнни Байсаров. Отважный молодой человек пожертвовал своим здоровьем ради спасения и счастливой жизни своей сестры. Однако все это привело к самым печальным последствиям. Операция была выполнена не совсем удачно и у Дэнни Байсарова начались серьезнейшие проблемы со здоровьем. Молодой человек проходил лечение в Соединенных Штатах Америки и в России. На данный момент он находится в центральной больнице города Москвы. За время болезни Дэнни Байсаров постоянно находится в коме, то в реанимации. По словам лечащих врачей, единственная причина, по которой не удается спасти Дэнни Байсарова, это запущенная стадия болезни и серьезная ошибка, которая произошла при проведении первой операции. Однако в январе этого года антикоррупционный комитет во главе с Никитой Михалковым взял шефство над Дэнни Байсаровым. Члены организации верят, что молодого человека все-таки удастся спасти. На данный момент сотрудники команды Никиты Михалкова прикладывают максимальные усилия, чтобы вернуть молодого человека к нормальной жизни. Ну и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. Зрители с большим стажем могут помнить, что несколько дней назад появилась информация, что в Кармаданском ущелье в заброшенной деревне был найден человек, похожий на известного актера и режиссера Сергея Сергеевича Бодрова, который официально пропал без вести 22 года назад. Во время очередной спасательной операции, которую организовали члены антикоррупционного комитета и отец Сергея Бодрова, Сергей Бодров-старший, в деревне был найден весьма странный мужчина, который живет в деревне более 20 лет, страдает потерей памяти и абсолютно не разговаривает. Сергей Бодров-старший увидел на шее у мужчины медальон-оберег, который он дарил своему сыну 25 лет назад. И вот сегодня утром появилась новость о продолжении этой истории. Мужчина, похожий на Сергея Бодрова, также находится в Осетии, но уже не в деревне, а в центральной клинике в психиатрическом отделении. Врачи пытаются вернуть Сергея Бодрова к нормальной жизни, однако пока, увы, результаты неэффективны, память к нему не возвращается и он абсолютно не разговаривает. Ну а буквально несколько часов назад было принято решение сдать анализы ДНК, чтобы достоверно определить родственные корни Сергея Бодрова-старшего и найденного мужчины. Организация по борьбе с преступностью и коррупцией во главе с Никитой Михалковым подали повторную заявку об организации собственного телевизионного канала, который будет посвящен работе и деятельности Антикоррупционного комитета и культурной жизни России. Напомним, что начало проекта о собственном телеканале и радиостанции принадлежит покойному известному актеру и члену комитета Александру Анатольевичу Ширвинду, который еще при своей жизни мечтал о собственном телеканале и радиостанции. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.